Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 21 марта 2023 год. Итак, все события сейчас происходят в таком ключе, как в центре находится так или иначе. Это обсуждается и под этим углом рассматриваются события. Сегодня встреча, приезд Синдзипина в Москву и, соответственно, его встречи с Путиным. Более 4 часов, 20 числа они вели переговоры. Сегодня уже встреча с Мишустиным. То есть, очень такой интенсивный идет визит. И будут еще сейчас встречи с Путиным. Там же он привез очень такую достаточно серьезную делегацию. И поэтому все обсуждают данную тематику и постараются понять, как эта встреча, как этот визит, как договоренности повлияют в целом на мировую ситуацию. И главное, как это отразится на боевых действиях на территории Украины, на характере и интенсивности, и масштабах той агрессии, которую ведет Московия против Украины. Итак, с чего исходим? Что Синдзипин приехал к Путину, к международному разбойнику, преступнику. Очень серьезное сделал руководитель этого суда уголовного хан, что ордер будет действовать до конца жизни Путина. То есть, никуда не денется от этого ордера. И, естественно, что это волчий билет. Крути, не крути, от этого уйти нельзя. Уже в Лондоне собралась конференция. 40 министров юстиции собрали, 40 стран, 40 государств. Полное принятие к руководству решений этого международного уголовного суда по поводу Путина, ну и той же, там еще одной его, этой самой, кошелки. И, соответственно, собрали где-то около почти 5 миллионов долларов для того, чтобы суд продолжал работу, собирал материалы по обвинению Путина. И это только первый взнос, понятно, что это будет нарастать. Как-то странно ведет себя Венгрия. Как-то она вдруг заблокировала принятие этой общей резолюции Европейского Союза по поводу признания и всяческого содействия аресту Путина Европейским Союзом и странами Европейского Союза. Единственное, сейчас она начала оправдывать, что ее не так поняли, что-то как-то она не туда что-то сказала и так далее, и так далее. Плюс Венгрия отказалась участвовать в этом соглашении по тому, чтобы деньги собраны Европейским Союзом, 2 миллиарда евро для того, чтобы сделать закупку на 1 миллион тонн снарядов для того, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию. Правильно там написал ли там в комментариях по этому поводу, что там они 10 миллионов типа там их вклад евро на другие цели говорят, чтобы задействовать, так поехали бы в Бахмут, он тут же Урбан там и этот самый, его министр иностранных дел, да попробовали бы там посмотреть, как это мирно все можно с Москвой там делать. Поэтому это реальная война, это реальная война, тяжелейшая война. Другое дело, что надо вещи называть своими именами, не надо называть, что это война против Российской Федерации, Белоруссии, Ирана, вот так надо называть. И тогда будет более-менее как-то все понятно, и тогда соответствующие должны быть решения приняты. Но пока Зеленский, понятно, что они понимают, что если они скажут, что война, тогда наступают другие для всех последствия, в том числе и для Зеленского, и для Ермака, и для Шмигаля, и для Слуг народа, и Статичука, и для Верещук, Резнякова и прочих-прочих. Но тем не менее, мы видим, что визит Синдзипина в Москву, он серьезнейшим образом обострил, обострил мировую ситуацию, поскольку практически Синдзипин бросил вызов развитым государствам, так или иначе, по поводу того, что Синдзипин открыто поддержал Путина и его геноцидно-террористическую агрессию в Украину. И он поддержал убийцу, реально, он поддержал убийцу, против которого выдан орден на его арест. Притом убийцу и похитителя десятков тысяч детей. Это ж не шуточки. То есть Синдзипин показал, что он тоже такой же убийца, и подельник, и разбойник, как и Путин. Вот это уже можно точно сказать. В эти дни, когда он сам себя, так сказать, посадил в одну выгребную кровавую яму вместе с этим конвейерным убийцем Путиным. Синдзипин тоже такой же, он же ничем не лучше, абсолютно. Просто более хитрый. Но эта хитрость, она что же дракон есть дракон, желтый дракон, красный дракон, это ж не имеет значения. Это обыкновенные дети сатаны, что ж тут непонятного. Что очень важно в этой связи. Китай стал, коммунистический Китай, бандитский отрядный, стал на сторону уже Путина. Почему? Потому что во время встречи он его дорогим товарищем называл, другом и так далее, поддержал пятый поход Путина на президентство в следующем году. И сказал, что он практически уверен, что Путин станет президентом еще на срок, и они будут вместе там типа и дальше грабить, убивать людей в мире, и вместе будут строить диктатуру мировую, прикрываясь славоблодием. Поэтому Синдзипин полностью объединился с московским режимом. Тут не должно быть никаких... Блинкин правильно сегодня, госсекретарь США, сказал, что никаких иллюзий питать нельзя. Поэтому, что важно еще? Конечно, сейчас у Китая сложная ситуация. Вот, 22-й год для него был очень тяжелым. Он рассчитывает, что 23-й будет лучше по экономике и по прочим делам. Так они думают. Но, конечно, не шуточки. ВВП, они вторые в мире достигают. В 22-м году достиг 17,7 триллиона долларов. Это большая сумма. Это очень большая сумма. Вот, и сейчас тоже у них наблюдается такое оживление. Вот, они отменили все эти запреты, которые были в 20-м, 21-м годах. То есть, в Китае поднимается активность. Что еще важно для нас в этом плане? То, что, по сути, Китай, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Иран создали единую коалицию. И для того же, скажем, Китая очень важно, что в этой коалиции находятся три страны нефтеэкспортера. Крупнейших это Саудовская Аравия, это Российская Федерация. По импорту нефти в Китай Российская Федерация вышла, даже обогнала сейчас Саудовскую Аравию, вышла в этом году, уже в феврале, вот на первое место. Где-то они поставляют, там 1,2 миллиона десятых, 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, это очень серьезный показатель. Ну, естественно, теперь Иран у них есть тоже по нефти и газу. Плюс этот же, это их газопровод, сила Сибири или как там она называется. Вторую трубу они сейчас там делают, увеличат его тоже экспортную, это объем экспорта. Плюс у них Туркменистан много очень, тоже на них задействован. То есть, Иран связан, они все повязаны, они все вместе повязаны. Очень серьезно. То есть, это, конечно, мощнейшая уже теперь коалиция. И практически по нефти и газу они, конечно, закроют вот эти страны. Плюс добавьте к этому Объединенные Эмираты, плюс Кувейт. То есть, есть так называемые сателлиты Саудовской Аравии. Поэтому важнейший вопрос следующий. Это будет ли Китай поставлять оружие Российской Федерации? Появилась информация, что он и так поставляет. И снаряды поставляет, и дроны он больше, чем на 12 миллионов поставил долларов. То есть, Китай реально поставляет и полупроводники, и другие технически сложную продукцию. Он поставляет Путину, Путинской Московии. То есть, он ведет, поддерживает военную агрессию Российской Федерации против Украины. И ведет антиукраинскую деятельность подрывную. Они называют Украину сателлитом США. Какой сателлит, слышите? Ну, что ж, Украина ничего ж такого не делает. Она просто хочет отстоять свою территорию. Ни более, ни менее. Но это называется... То есть, тот, кто хочет отстоять территорию, он является сателлитом, понимаете? Ведутся разговоры. Индия так себя тоже похабно ведет этот моди. Что, типа, вот был Ирак когда-то, тоже никто не осудил Соединенные Штаты. Ну, при чем тут Ирак? Ну, с больной головы на здоровую. Украина отражает агрессию. В Украине Российская Федерация напала грязно, вероломно на Украину. Украла 18% территории. Ну, при чем тут Ирак, где стоял диктатор, убийца этот, Хусейн, который убивал своих же, которые там гражданская война в середине общества была. Там вообще были полностью... Это он тиран был. Он своих противников, они заводили их в специальный бассейн с азотной кислотой. И он смотрел, как они там растворяются. Представляете? Какие-то цепи использовали специальные. То есть, это садист, убийца этот, Хусейн. Поэтому, ну, при чем тут Ирак? К Украине. Талибан какой-то вшивый выступил, который возглавляет мировой картель по этим всем запрещенным веществам наркотическим. Ну, слышите, который там, фактически, в преследовании идет женщин, девушек запретили молодым людям, это женщинам и девушкам учиться и в школах, и в университеты поступать. Ну, какие-то уроды, обезьяны, гамадрилы захватили власть. Благодаря там тем же Пакистану и США, они этот Талибан вырастили этих. Думали, что это будет антисоветская структура. КГБ внедрило туда своих людей, так же, как в Иране они это сделали. И таким образом, сегодня Талибан уже нормально, все классная структура, которая поддерживает Путина, а Путин поддерживает Талибан. Вот. Вот и все. В чем тут проблема? Тут же Талибан выступил против уголовного преследования этого самого Путина, слышите? Ирак, Афганистан. Ну, при чем тут одно к другому? То есть, это просто глупость, это просто работают спецслужбы в Москве и путинские, чтобы попытаться сбить формирование единого фронта против Путина и подготовки его ареста. Это понятно, что он не избежит этого. Синдзипин, это его союзник, это уже теперь четко видно, он там начал что-то там, ну, назвать Украину вассалом США, это вообще безобразие. Кто-то там из МИДа назвал. Плюс они очень перепуганы Тайванем. И поэтому, то есть, тут Верещук какое-то интервью кому-то давала и такое что-то там наговорила, что ждет типа Зеленский, звонка Синдзипина. Это какой-то вообще такая глупость какая-то, какого звонка, какой этого самого, как он называется, этого, как его, Синдзипина. Чего он придет. То есть, практически надо говорить про то, что на сегодняшний день мы видим, что не будет, то есть, уже говорите Зеленскому, Украине. И Зеленскому от имени Украины с Синдзипином не о чем. Потому что речь может только идти о чем. Это о том, что Россия агрессор Путин и они должны вывести свои войска. Путин выводить войска не будет. А Синдзипин поддержал его. Заявил, что надо мирным. Что мирным путем? Правильно Блинкин сказал. Это Путин отдышится и, так сказать, опять начнет, соберется силами. Тот же Китай ему тогда даст оружие Иран и Северная Корея. И он опять нападет на Украину или на кого-то еще. Все же это понимают. Он остановиться не может. Поэтому, какой мир? На фронте тяжелейшая, конечно, ситуация. И в Бахмуте, и в Авдеевке. Они атакуют московиты. И Украина держит удар. Но ситуация плохая, прямо скажем. Так вот, делаем выводы. Что еще произошло? Вот это очень важно. То есть, вдруг. Ну, не вдруг. Это, видно же, было все договорено. Но никто, как бы, про это не знал. Это то, что приехал в Киев абсолютно неожиданно для всех. Большинство. Фумио Кисида, премьер-министр Японии. Это последний лидер семерки самых крупных государств мира, который приехал в Украину. И таким образом, фактически, дело в том, что в Хиросиме в конце мая, там, в 20-х числах мая будет заседание семерки. И Япония там принимает семерку. Он прилетел. Он был в Индии. Перед этим он в Токио встречался с Шольцем. Они поддержали Украину серьезно. Он прилетел в Индию. Считалось, что он с Индии полетит в Токио. И вдруг он прилетел в Польшу. И с Польши приехал в Украину. Это чрезвычайно серьезный визит. Впервые с Японии приехал премьер-министр. Посетил воюющую страну. После Второй мировой войны вообще такого не было. Заявлено о абсолютной поддержке со стороны Японии Украины и ее действий. Заявила очень решительно Япония, что Путина надо задержать, арестовать и так далее. То есть Япония взяла на себя уже очень серьезную миссию с точки зрения того, что она будет поддерживать Украину. И в этой связи очень важно, что произошла такая вещь интересная. Это было сегодня. В преддверии визита премьер-министра Японии в Украину над Японским морем 7 часов кружили российские бомбардировщики. Минобороны сообщило РФ. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России в сопровождении истребителей провели патрулирование 7 часов над нейтральными водами акватории Японского моря. РФ назвало это типа, что плановые полеты и так далее 7 часов. Это же сколько бабла надо было потратить, когда пол России лежит фактически это выгребная яма, если не больше. А в то же время это все понимают, что Запад расценил это как сигнал к Кремлю, связанный с визитом премьер-министра Фумиа Кесиды в Украину. Ну и понятное дело, что по сути это приведет, сейчас приведет к очень серьезному обострению отношений Украины с Китаем. Видимо, уже на повестке дня, сейчас посмотрим, чем окончательно все пройдет, что тут будет с Индзипином этим. И у меня такой прогноз, что Украина сейчас установит дипломатические отношения с Тайванем и признает его как государство. Вот, я думаю, это будет очень правильно. И будет требовать восстановления статуса члена Совета Безопасности Тайваня как легитимного государства вместо коммунистического диктаторского Китая. То есть они же нелегитимные. Мао Цзэдун это был нелегитимный лидер, это была захваченная власть, это разбойник, сельскохозяйственный бандит-разбойник. Вот и все. Надо прямо говорить, если бы не Сталин, никогда бы не в Северной Корее, не была бы Корея поделена и не было бы этого Мао Цзэдуна. Это все просто благодаря, конечно, вот этому Джугашвили, который создал вот этих монстров. Это его линия коммунистического, большевистского, когибистско-энковидийского образования под названием Советский Союз. Вот поэтому сейчас многие вещи возвращаются. И если у США средства, чтобы, так сказать, нейтрализовать Китай, я считаю, что есть. И это не секрет. Сейчас будет, ФБР уже неоднократно про это говорила, о характере и природе того явления, которое мир был подвержен тяжелейшим испытаниям в 19-20-м годах. Прошу прощения, в 20-м, 21-м годах. И Байден дал указание рассекретить все материалы о том, как, откуда взялась эта, так сказать, вещь, которая на два года парализовала весь мир. К сожалению, пока об этом открыто говорить нельзя, потому что Google, YouTube занимают такую совершенно какую-то неправильную в этом, я считаю, с моей точки зрения, позицию. Я думаю, она в ближайшее время изменится. И будет заявлено, что же это было, как это произошло, что вместо Китая и Ухани. Ну и тогда будет выставлено Китаю предъява на триллионы долларов, что он должен давать компенсацию за те события, которые произошли, виновником которым случайным, не случайным он стал. Вот такая ситуация развивается на сегодняшний день. То есть идет обострение ситуации по всем направлениям. По всем направлениям в связи с прибытием Синдзипина в Москву и его абсолютной поддержки Путина, его признание Путина легитимным и поддержки его на новый президентский термин и прочее, 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 прочее. То есть Синдзипин склещился с Путиным и стал на сторону агрессора, врага, убийцы, украинских детей, массовых террора, геноцидом. То есть Синдзипин оказался и коммунистический Китай тоже бандитско-разбойничей структурой и режимом, поддержавшим агрессора. Вот поэтому о чем говорить не знаю. Ну, Верещук, видимо, знает, ей же поручили, видимо, что-то там сказать. Ну, зря она в это вляпалась, она в этом вообще, как говорится, как в апельсинах. Вы с Олегом Соскиным, поддержите канал, подписывайтесь, пожалуйста. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok